Так, через 5 минут начинаем. Видите, любимая готовится к съемке. Вот ту пару протри. Вот здесь нужно еще протереть. Здесь еще, блин, грязно. А вот моя малышка. Короче, начинаем через 3, 2, 1. Привет всем, друзья. Наконец-то солнечный денек. И по многочисленным просьбам снимаем для вас обзор на Камара в нашей семье пополнения. Про мою Мазерати вы знаете. Про Камара многие не знают. Подарил я любимой на день рождения Камара. Теперь давайте разберемся, почему я так поступил, почему у нас такие машины. Ну, во-первых, мы медийные личности и нам нужны яркие машины. Вот. Мазерати в Киеве встречается редко. Камара в Киеве встречается редко. Почему я подарил любимой, да, Камара? Потому что такая маленькая, хрупкая девушка, да, Инна Камара. Я считаю, ребята, что должен быть контраст. Да, если бы она была на мини-купере, это было бы ужасно, да. Она маленькая и она должна быть на большой машине, чтобы был контраст. Плюс она такая красивая, яркая, желтая. Что еще? Она дешевая. Ну, как дешевая. Купил я эту машину за 25 тысяч долларов. Многие мне писали в Винсте, что эта машина их мечта. У многих эта машина висит на доске визуализации. У любимой она висела в белом цвете. У меня даже она висела в красном цвете. Ну что, переходим к обзору. Переходим к обзору. Начинаем. Многие, кстати, мне писали, что это у тебя такие за номера. Ребят, это простые номера. Просто напечатал на пластмасске за тысячу рублей. Просто цепляешь и ездишь. Пока тебя не остановят, конечно же. Вот и все. Короче, какое здесь преимущество у этой машины? Единственное преимущество. Она красивая. Все. Теперь пойдут минусы, ребята. Она просто красивая. И все. Характеристики вы знаете. Здесь движок 3.5. У меня движок 2.9. Так. Просто красивая. Она еще очень громкая. Да, она еще очень громкая. Все. Два преимущества у нее. На этом преимущество ее заканчивается. Так. У меня тоже так. На спорт режиме. Давай, пускай. Давай, пускай. Два мои крылья. Первое, это просто огромная длинная дверь. Да, дверь здесь очень огромная. И поэтому вот здесь резинки, чтобы не задеть ничего. Вот такой вот крылочек у меня. Вот так нажимаешь. Ничего себе. Ну, на самом деле, снаружи она намного продвигательнее круче, чем внутри. Внутри она такая простенькая. Мне эта машина не нравится. Ну, у меня не было выбора. Она мне нравится внешне. Но внутри как бы все, что надо есть. Салон кожаный, удобный, комфортный. Так, тут у меня уже листики. Я маленькая, супермаленькая, поэтому передвигаюсь максимально. И еду вот так вот, прям над рулем. Короче, я вам скажу честно. Моя Мазерати легкая, маневренная. Маневренная есть такое слово? Конечно. А вот это трактор. Это реально трактор. Да, когда первый раз все. Тяжелый, неудобный. Когда все во первый раз, я, если честно, подрастроилась. Я, конечно, благодарна за такой подарок. Мы уже почти подружились, но первый раз я чуть не плакала. Потому что она безумно жесткая, громкая и тяжелая. Реально, вот, мне все было тяжело. И габариты ощущаю, потому что я маленькая, низенькая. Она шире моей. Да, широкая, очень морда, такой капот. Но, уже почти привыкла. Ну, конечно, Мазерати покомфортнее. Зато моя более впечатляющая, и она уже затмила свое. Когда мы ездим вместе, все обращают внимание на пангубы. Да, фоткаются все с этой машиной, и моя вообще там отдыхает. Все дети лет 10, здесь 12 и 14, и все мои мальчики. Все останавливаются, кричат Bumblebee, в окно мне залазят, делают селфи, пока я стою на пешеходном. Ну, вот, если бы моя была в желтом цвете или в салатовом? Ну, да, просто она очень яркая. Она выделяется на фоне серых машин, на фоне всех этих Мерсов. Она выделяется на парковке, так точно, да, мы самые яркие. Зато у меня нету проблемы искать мою машину на парковке среди серой массы. И что? И благодаря трансформерам, Bumblebee, в первую очередь, все фанаты, все мои, даже американец ко мне подходил и спрашивал за этот значок. С ним я заказывала специально, или так оно и было, все спрашивают, потому что значок... Так оно и было, это с завода идет, да. Да, ну, впечатляющий дизайн. Да, это самая красивая машина, короче, на дорогах. Да, внешне она очень красивая, поэтому именно ее и хотела. А вот здесь салон, знаете, такие двухтысячные. Как старый какой-то Opel. Вот такой вот здесь музыкальный центр, знаете, как двухтысячных был. Ну да, как старый, как платила. Места здесь мало, но... Места безумно мало. Окна нет, да, вот такое вот маленькое окошко. Да, ребят, если у вас большая семья и много друзей, это машина не для вас. Это чисто так вдвоем покататься с подружкой или с любимым вот мне. Потому что я как-то подвозила ребят, который побольше сидел в Фериде, и он полностью отодвинулся назад. И сзади Саша у меня еле вылез вообще, мы его вытаскивали, я выходила. Места очень мало, окон нет. Самый главный минус это то, что, посмотрите, окно заднее, но мало то, что маленькое, оно еще затонировано, и вечером я не вижу вообще ничего. Поэтому мне теперь приходится учиться смотреть. Ну это такое, это же, они от машины зависят. Но все равно это неудобные окна, сами по себе, манюшенькие. Ну все такое узкое, чисто спортивное. Вот, и все очень удивляются, что в такой машине такая маленькая девочка. Да, я уже рассказал, потому что нужен контраст. Вчера даже на парковке у нас дома парень проходил мимо, говорит, ой, какая крутая машина. Потому что, говорю, девушка, я каждый день на нее смотрю, но не ожидал увидеть вас. Такую хрупкую девочку. Но играем на контрасте. Что, ты у себя на канале обзор выложишь, да? Конечно, смотрите у меня. Да, оставлю канал своей любимой в описании. Первая ссылочка. Подписывайтесь, там наши влоги. Да, она уже вам подробно все расскажет. Ну что, заведемся? Ну давай еще раз. Ручит. Очень громкая. Ну ты уже привыкла, да? Постоянная спорт решения. Ну, практически, да, если бы я, конечно, почаще ездила. Датчики всякие, такой космический корабль. Да, и так как она американская, у меня все здесь в Фаренгейтах, в Милях. То есть все на американский манер. А, еще надо будет поснимать там вечером, потому что вечером прикольно. Включается эта подсветка голубенькая. Да, вот я завидую, у меня нет подсветки. И в Мерсах она есть. Я так люблю подсветки. Да, это прикольно. Конечно, не обязательно. И здесь у меня отражается на окне... Ну, это бесполезная штука. Да, он только мешает мне, потому что у меня перед глазами. А, вон, видно? Видно тебе? Да, не видно здесь на камере. А мне видно. Голубенькие. Ну, ладно. Ну, давай, покажу. Ну, вот там, если вы видите, вон голубенький... Ну, убери руку. 0 километров в час у меня пока. Ну, что, в принципе, здесь... Ну, да, старенький, я не возмущаюсь. Так, какой пробег был здесь? Не супермодный. 68 тысяч. Ну, я не так много проехала. Ну, а система здесь, конечно, не такая космическая, как в Мазерате, в Мерсиа. Скромненько такое у меня, старенький здесь. Так, все, что нужно есть, телефон, блютуз. Я вообще этим не пользуюсь. Да-да-да, блютуз для... Я только книги слушаю. Телефон подговорить, кондер, подогрев, сидение, чтобы в попе не было холодное зимой. В принципе, мне больше не надо, на самом деле, телефон. У меня есть куда поставить, навигатор. И все. Это, кстати... Мы в машинах не разбираемся, поэтому для нас главная внешность. Да, когда я заезжаю на СТО или помыть машину на мойку, мне там начинают спрашивать, какой радиус колес, какой расход бензина, какой там двигатель, еще что-то. Ребят, это все не ко мне. Максимум то, что я знаю, что у нас двигатель 3,5. У меня в техпаспорте написано. И 320 вошадок, по-моему, под капотом. В принципе, это все, что мне нужно знать. И как завестись, припарковаться, и все. Теперь погнали смотреть багажник. Так, открывается у меня багажничек здесь. Тут тоже у меня Камара. Круто вообще. Но багажник у меня необычный, очень даже функциональный. В нем можно возить хейтеров и всех, кто себя не очень хорошо ведет. Любимый, выходи. Помочь? Да, я желала. Здравствуйте. И старший день себя не очень хорошо вел сегодня утром. Так что, что-то ручку мне вырвал. Блин, ну короче, ребят. Этот багажник специально для того, чтобы кого-то сюда упаковать. И если вы вдруг проснулись в Камара, дергаете за ручку. Она, кстати, подсвечивается в темноте. Дергаете и бежите от меня подальше. Давай покажу, как это открывается. Так, закрывай. Видно вам? Не знаю. Вот так вот дергаете. Потом ее сюда прячете. И сейчас я попробую сам открыть. Да все нормально, вылазим. Ну, для тебя, наверное, все-таки тесноват. Но, видите, если даже инстарзинг в лес. Очень такой вместительный. Давай, вылазь. Давай, дергай. Молодец. Давай, 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 пробуй. Как ты будешь выбираться? Давай, давай, пробуй. Блин, мило. Я сначала не поняла. И вот эту вот штуку, видишь, можно засунуть. Да, получается, ребята, еле открыла, я уже испугалась. Надо ее вытянуть, дернуть, и здесь включается свет. Так что, если что, здесь не так уж и страшно. Ну, вот такой вот здесь багажник. Очень вместительный. Я помещу пару мешков картошки. Да, будем ездить на дачу. Да, сначала дачу купим. Да, купим дачу специально. Ну, все, закрываем. Да, и багажник у меня, по-моему, поместительнее, чем салон. Здесь такая ручка. Ну, за мной еще... А, ну, не с первого раза у меня это получается. Короче, все понятно. Да. Что-то у меня дернулось, я начинаю. Потому что скручиваю. Все. В общем, за мной еще как-то можно, потому что у меня кресло максимально придвинуто назад. А там уже со любимым не влезешь. Я, кстати, первый раз здесь сижу, кстати, ребят. Ну. Ну что? Я первый раз, когда везала маму, говорю, мам, сиди сзади и смотри в окошко. Но окошко здесь нет, я обычно... Можно смотреть только вперед. А, ну, закрою. Здесь как в бункере, конечно, как в этом. Ну, по... Ну, если кто-то такой сядет, как ты, потому что места много, а там места вообще мало будет. Да, если да, здесь вообще нету, и у меня кто едет, и ноги забрасывают сюда, да. Ну, как бы мне нормально, но вообще машина для двоих. Ну что, технические характеристики мы же не будем рассказывать. Мы не обзорщики машин, мы видеоблогеры. Так что если вам нравятся яркие машины, если вы хотите выделиться, эта машина для вас. В движках и... Эта машина больше всего набирает лайков. Она у меня лидирует в Инстаграме. У меня, кстати, тоже фотка. Ну, правда, с двумя. Ну да, фотки с машинами заходят лучше всего. Ну и реально, она настолько яркая, что ее видно издалека. И вот сейчас мы снимаем, люди проходят, все останавливаются. И в первое время на такой машине некомфортно, потому что на тебя все смотрят. Вот все смотрят, и к этому нужно привыкнуть. Вы должны об этом знать. Да, потому что сначала я пыталась привыкнуть к машине, она у меня постоянно дергается, там рычит, я не могу припарковаться. А на меня уже все смотрят, потому что она яркая и громкая. Но, ребят, ее привлекательный внешний вид, это для меня дополнительная мотивация поскорее научиться круто водить и не тупить. Чтобы вы смотрели, как я там еле-еле еду. А наоборот, ездить круто и соответствовать этой машине. Также вы меня спрашивали, вот, как ведет себя моя машина. И теперь в сравнении я уже знаю, что она намного круче. Она идеальна просто. Да, она легкая, маневренная. На Мазерате это было намного легче. Сейчас у меня каждый выезд это нервотрывка. Так как это моя первая машина, я людям отвечал, ну, ездит она, да, нормально себя ведет на дороге. А теперь я знаю, как ведет себя трактор и как ведет себя итальянская машина. Все, на этом заканчиваем подробный обзор. Будет у любимой на канале, не забудьте подписаться. Да, подписывайтесь. Ссылочка в описании, первая ссылка в описании. Также там наши влоги совместные. Подписывайтесь на мой инстаграм обязательно. Там много пользы, мотивации, много фоток. У меня много визуализации. Да, визуализация, польза, ничего разрушающего и деструктивного нет. Подписывайтесь на мой канал Инстардинг. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать видео. Ну и поставьте обязательно, обязательно, обязательно этому видео лайк. Да сбудутся все ваши мечты. Всем пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok